Дай почитать. Семья, конечно, надеялась, что умный юноша продолжит семейное банковское дело, но у Бога, видимо, были свои планы. Так месье Ленуар начинает служить во французской полиции и раскрывает ужасно запутанные преступления. В десятые годы XX века Франция, пригороде Парижа, при загадочных обстоятельствах находят тело девушки, которая, оказывается, была дочерью германского посла. А взаимоотношения между Францией и Германией в 1912 году наколены до предел. Ясно, что только прозорливый гений-сыщука месье Ленуара способен раскрыть не только это ужасное преступление, а, к слову, дочурка немецкого посла была натурщицей, вот удар по светским устоям, но и сохранить такой хрупкий мир в Европе. К чести автора историческая атмосфера выдержана превосходно. Тут тебе и искусство модерна, и технический прогресс, и ростки эмансипации, и первые машины на дорогах. Ну, а месье Ленуар выше всяких похвал неизменные шикарные усы, требующие неустанного ухода и заботы, и исключительно элегантная одежда, и талант живописца, а еще такие отрицательные и в то же время притягательные качества, как игра в карты, ставки на скачках и покорение женских сердец, зашкаливающая харизматичность и галантность. У месье Ленуара прелестная помощница, дерзкая и решительная журналистка Николь Деспре. Естественно, опасности расследования сблизят харизматичного Габриэля и неотразимую Николь, кто бы сомневался. Сюжет разворачивается непредсказуемо, а любовная интрига только усиливает детективное напряжение. Ну и еще будет частный клуб «Кобальт» с любопытнейшими членами – медведем, ежом, лягушкой и другими. Незабываемо и описание публичного морга. Кстати, реальное. Построен морг был в 1846 году. Там выставляли голые трупы для увеселения толпы. 16+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!